Всем привет, доброе утро! Сегодня третий день моего отпускного влога. Как и обещала, я сейчас на пробежке. Бегаю вдоль моря. Это, кстати, мыс. Уже за тем мысом, на котором мы живем. То есть я достаточно далеко сегодня пробежала. Сейчас у нас уже 8 утра. В 7 утра бежать, вставать, это самое лучшее время. Потому что еще не совсем жарко. Такая вся мокрая. Вы уж извините, но... Очки надо было взять или еще раз возьму очки. Потому что без очков сложно начинать морщиться. О, давайте я вам покажу теперь бухту, с которой я все-таки пробежала. Вот эта бухта. Первый отель справа, такой большой, белый. Нет, да. Очень много народу бегает, все занимаются. Молодцы. Вот и наш пляж, на котором мы отдыхаем всегда. И вот я уже практически дошла. Я уже пришла в номер. Я даже уже сходила в бассейн. Я, кстати, всем рекомендую, кто бегает утром. Ну, например, там на море, да, где-то отдыхает. Советую после пробежки, если вы бегаете или просто занимаетесь там, да, каким-нибудь кардио на велосипеде, допустим. Советую потом обязательно плюхнуться в бассейн или в море, у кого что есть. Это очень-очень тоже классно. Делала уже купальник у себя. Вот. Так что я искупалась, сходила в душ и разбудила своих соседей. И сейчас жду, они сейчас соберутся, и мы уже пойдем завтракать. Я пойду, а то у тебя прям капает жир. Я уже как-то неловко сидеть с тобой. Вы бы и вчера загорели, если бы вы не проспали до 12. Знаешь, ты кто? Да. Шапокляк. Вполне возможно. Супая крышка. Или вот она. Так лучше я загорелась. Не знаю. Грильная твоя гусиная. Почему гусиная? Ты еще знаешь такой гус? Ну, кто? Это гус. До обеда вот сейчас вот идти на море, а потом идти уже здесь. А потом обогренный. Что здесь можно будет... Идешь в номер. Не, просто здесь уже под зонтиком можно лежать. Не, на море. Ну, да. А потом ты сюда вешь, когда блядь жарила. Жарила. Крыска Лариска на море хочет. Кстати, крыски вроде хорошо плавают. Да, еще в унитазах хорошо плавают. Да, я только-только хотела сказать, что они по трубам там из унитаза напрыгивают. Не видела ни разу? Давай расскажи эту страшную историю про бабушку. Не только, я сама видела. Ты что? Сегодня мы пришли немножко на другое место. Здесь поменьше народу. Сегодня воскресенье, все равно приехали местные жители. Но здесь все-таки поменьше. Здесь хороший вход. Без камней. Вот. Солнце шпарит. Вообще жестко сегодня. Водичка у нас в полуцвет. Я не знаю, насколько телефон может передать это. Но она очень-очень красивая. И сегодня вода, кстати, прохладнее, чем вчера и позавчера. Может быть, это связано с тем, что ветер сильный был ночью. И сейчас такой ветерочек есть. Не знаю. Может быть, вода еще не прогрелась. Войдет пиратский корабль. Там были экскурсии, да, проводили? Что это? Экскурсии? О, их там два, слушай. Там один стоит уже у причала. Круто был. Круто был. Да? Песок был, горячий был. Дико горячий был песок. Девочка маленькая. Мы загорались. И по стандартному плану сейчас идем на обед. Соня у меня вот такая вот фигня. Я переоделась, одела в другой купальник, чтобы дико голый не ходить. А вот, кстати, вот эти цветочки, которые я вам показывала. Растения. Они мне очень-очень нравятся в этот цвет. Такие есть и в Турции, и везде. Обожаю их. Они очень красивые. На фотографиях смотрятся очень-очень красиво. Ну, ребята, как обычно, играют в мяч. Потом я еще с ними поиграю попозже. Капарежу. Стеревую их весь. Потому что ветер нереально сильный. Просто все слетает. Все улетает. Оп, спасибо. Ха-ха-ха. Идем, вот так. Да? Мне кажется, мы так не любили с ними. Ну, можно сейчас подать. Мы подошел сюда. Да. 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 Так, у нас настал вечер. А значит, пора вылазить из берлоги. Так, сегодня у меня вот так вот одета. У меня вот такой вот мой оранжевый топик, который вы видели. И юбочка. Ну, в общем, вы, наверное, поняли, да? Ой, ой, ой. Неудобно так снимать. Ну, в общем, вот так вот я сегодня буду выглядеть. И одену свои вот эти вот золотые босоножки. Это кроссовки, в которых я бегаю. Найки. И шлепки, в которых я хожу. На самом деле, от моих влогов, наверное, отпускных не ждите ничего такого сверхъестественного. Потому что мы просто отдыхаем, расслабляемся. Если кому-то интересно, чем мы тут занимаемся, то ради бога смотрите. Если нет, то лучше пропускайте эту неделю. И смотрите мои новые потом бьюти-видео. Сегодня у нас третий день. Уже подходит к концу. Скорее всего, завтра мы пойдем узнавать насчет того, чтобы снять машину и так далее. И сегодня вечером у нас в планах мы куда-нибудь пойдем тоже прогуляться. Возможно, завтра пойдем вайонапу. Ну, то есть как бы так. Потому что мы вроде как подзагорели уже и настала пора наконец-таки отдыхать, что-нибудь там делать. Помимо того, чтобы просто валяться на лежаках. Я вам сейчас показать, чем я пользуюсь. И давайте пойдем ко мне в ванную комнату. Так, вы не обращайте особо внимания на какой-нибудь бардак, если он там будет. Вот. Пока у меня есть немножко времени. Ребята собираются. Я вам покажу, что у меня тут творится и что у меня тут вообще есть. Так, все стандартно. Моя расческа, зубные щетки целых три, как обычно. И теперь вот мой уход. Это за лицом. Это яичко. Корейское холико-холико. Это все, что от него осталось. То есть не яичко, а вот такая вот уже достаточно плоская. Ну, это как мыло, можно сказать. Я, наверное, его вообще здесь оставлю, потому что тут осталось вообще капельком. Далее вот здесь вот у меня все для волос. Здесь это не саванри. Я в эту банку перелила шампунь для волос. У меня от Натуры Сиберико для поврежденных волос. У меня оставалась, в общем, такая вот бутылка и банка. И я решила, что я лучше сюда перелью. Зато я оставлю и эту банку. И, в общем-то, не нужно будет очистить слишком большую бутылку с шампунем. Далее вот здесь вот тайская маска, которую я очень-очень люблю. Розовая, густая. Так, фокус. Густая, розовая тайская маска для волос. Я ее очень люблю. И она у меня тоже заканчивается, поэтому я ее взяла и здесь же я ее оставлю. То есть в пустых баночках вы ее не увидите, но планета органика. Вот эта розовая маска очень-очень крутая. Далее здесь у меня стоят мои пробнички. Джон Фрида. Это шампунь и кондиционер. Честно говоря, мне нравится. Джон Фрида, да, конечно, от него волосы реально блестят и очень такие, не знаю, и увлажненные, очень классные. Мне нравятся. Здесь я взяла масочку для лица. От The Body Shop, по-моему, она мне досталась как-то в подарок. Я не помню, что-то такое. Короче, я не помню. Это какао-маска. Вот. Еще не делала. Обязательно сделаю. И здесь мне тоже доставался какой-то где-то там в аптеке. Я что-то в Питере покупала. Это Эпиген Интимгель 5 мл. Ну, взяла с собой. Также здесь, конечно же, дают всякие шампунки, кондиционеры. Фирменные. Написано от Socos Hotels. Гель для душа, шампунки. То есть все есть, в принципе. Но я люблю с собой все набрать, потому что мне не очень устраивают и запахи, и вообще консистенция. Я люблю этим стирать что-нибудь, да. Одна паста. Вот эта пенка. Она мне очень нравится. Она миниатюрка. Она у меня уже заканчивается. Я ей укладываю челку. Я совсем немножко наношу на пальчики и разношу. И челка вообще супер очень хорошо держит. При этом не сильно там как-то склеивает. Очень классная штука. Это мой ополаскиватель для зубов. Это у Ролби мои ёршики для брекетов. Это зубная нить для брекетов. В общем, целый набор. Это вторая зубная паста. Миниатюрка, потому что это Риана уже заканчивается. А это как раз мне хватит до конца поездки. Это мой дезик от Гарниер. Тоже заканчивается. Оставлю его здесь. Это лак для волос, который мне очень нравится. Потому что, сколько год тупи. Это Мегамания супер объем. Разбуди объем лак для волос. Очень крутой. Мне нравится. Мне нравится, что он вообще не склеивает волосы. То есть, их реально после него можно расчесать. И волосы будут держаться в той форме, которую вы ей придали. Также здесь у меня миниатюрка масла. Стоит вот клиник. Это баночка из-под крема. У меня осталась давно. Еще стояла. Думала, что пригодится. Но вот, наконец, она пригодилась. Здесь у меня находится специальное средство для волос, которое я наношу сразу же после мытья на мокрые волосы. Тоже супер-супер средство. Я не помню, как оно называется. Это итальянское. Я просто забываю название. Я обязательно напишу внизу. Здесь в нем все. И защита, и увлажнение, и термозащит, и от солнца. И чего он там только не делает. И блеск, и выпрямление. И вообще, очень-очень много-многих различных функций было написано. Классная вещь. Единственное, что после него, конечно, у вас остается запах. И он такой навязчивый. И он иногда раздражается, если честно. Поэтому слишком часто я им не пользуюсь. Далее у меня тут стоят сливки для лица. Глубокого действия. От NanoDerm. Видите, сколько я уже использовала. Я достаточно активно им пользуюсь. Мне нравится, что после него, если какие-то покраснения, высыпания, есть, очень хорошо успокаивает кожу. Наношу на лицо, на зону декорте. Вообще супер. Это мои резинки для брекетов. Специальные. Так, я, да, уже купила пантенол, депантенол. Бальзам после загара солнечных ожогов. Купила вообще в последний момент, уже, по-моему, в улыбке радуги. Подумала, что лучше все-таки возьму. Что хочу сказать. Влагала очень большие на него надежды. Это какой-то эко-компоненты. Это у меня, кстати, салавелла, вера и витамином Е. Думала, что вообще супер-супер вещь будет. В первый же день, после того, как мы позагорали, все равно какие-то покраснения. Я подумала, что я буду мазать на все тело. Потому что все равно загар это повреждение кожи и так далее. Что хочу сказать, что на следующее утро у меня все равно кожа была немножко красноватой. То есть не могу сказать, что он сильно как-то прям мне ее заживил после загара на солнце. И если бы я намазала свою обычную СПФ-защиту от гарнир, например, 20-ю в виде молочка, он гораздо лучше бы успокоен мою кожу. На утро у меня вообще бы не было никаких покраснений. Поэтому я точно могу сказать, что это я больше не буду покупать. Это София экстракт пиявки. Крем для ног, венотонизирующий. Тоже нужен, потому что здесь жара, ноги иногда опухают. У кого есть предрасположенность к варикозу, то советую все-таки брать. На ногах будет гораздо-гораздо легче. И это просто моя бомбочка. Это The Body Shop. Я покупала тоже буквально перед отъездом за несколько дней. Это такой вот сорбет мандариновый. Запах просто фантастический. Вы думаете, что я столько использовала? Нет, я просто домой отлила в другую банку побольше. Оставила себе совсем чуть-чуть, чтобы было полегче вести. Очень-очень крутой. Я всем советую присмотреться на лето. Если вы едете в жаркие страны, пожалуйста, не покупайте никакие масла для тела, для увлажнения, крема. Покупайте либо лосьоны, либо вот такой вот сорбет от The Body Shop. Он очень-очень легкий, он моментально впитывается, дает хорошее увлажнение, при этом не утяжеляет вашу кожу. Ну и в принципе из ухода, как вы поняли, это все, что я взяла. Немножко к декоративке. Декоративку, наверное, потом уже покажу в следующем видео. А так, как видите, я постаралась взять просто по минимуму, совсем немножко, чтобы и чемодан был полегче, и взяла такие средства, в основном пробнички или то, что у меня заканчивается. Хочу сказать, что место, где мы отдыхаем, в Протаросе, вот именно вот в этом месте, не дальше и не в другую сторону дальше. Достаточно тихо и спокойно. У нас отель находится в таком чуть отдаленном месте. Ну как отдаленном? Надо просто пройти буквально 2 минуты до следующей улицы. В отдаленном месте всяких баров и ресторанов. Поэтому у нас тихо и спокойно, нет никакой музыки, никто не мешает, тынс-тынс-тынс, ничего нету, спокойно спите. При этом мы можем пешком дойти до ближайшей улицы, где все бары, рестораны, кафешки, дискотеки и все, что хочешь. Поэтому я бы смело могла советовать вам и этот отель, и это место, это Протаросня, Янапа, Вайанаби. Очень-очень много народу и очень-очень шумно. Соответственно, если там много народу, то вы сами понимаете, что там творится. В основном там молодежь, и такой молодежь, достаточно континент. А по-русски говорят в отеле, да, в принципе, по-моему, практически весь персонал, кроме уборщиц. Они не говорят, они даже по-английски почти не говорят никто. А почти, а так, остальные почти все говорят по-русски. Вот, что по поводу отдыхающих. Очень много отдыхает турков, немцев, русских, естественно. Ну, турков, конечно, гораздо больше. И выходные вот сейчас очень много местных сюда приезжает отдыхать именно на пляж. Блин, я всегда перед вами в таком облике. Такое ощущение, кто-то скажет, посмотрит первый раз мой канал, скажет, что я еще голая постоянно хожу. Я не голая, на мне топик, то есть все в порядке. А то, что я в купальнике, ну, я думаю, это логично, что я хожу в Парео и сверху в купальнике. Думаю, что-то так, волосиками прикроемся. В общем, я читаю сейчас книгу, да, «Пятьдесят оттенков серого», как я показывала. И, по-моему, в видео я сказала, что думаю, что это, наверное, обычный роман. Ничего такого. Сегодня я, наконец-таки, вот уже сколько прочитала. Наконец-то у меня получилось, я тупо лежала и, в общем-то, читала. Получилось почитать. Я хочу сказать, что это не обычный роман, а это очень жесткий роман. В полном смысле этого слова. То, что здесь написано «18 плюс», это оно и есть. Это реально очень жесткий роман. То есть у меня были периоды в жизни, когда я читала романы, и в моем понимании это реально жесткий роман, ребята. Я не знаю. У меня, кстати, я еще не дочитала, не могу сказать вам полное. мнение уже такое сформировавшееся об этой книжке, потому что, конечно же, может еще что-то поменяться. Может, как-то история в другое русло немножко уйдет, я не знаю. Но, возможно, мое мнение еще изменится. Но на данный момент это реально очень-очень жесткий роман. Детям нельзя читать. Как-то мне стало неловко его читать на улице. Как раз, когда я дошла до всяких таких подробностей его личной жизни, потому что до этого я начала читать, и, в общем-то, кроме как знакомства друг с другом героев главных и так далее, ничего такого не было. И сегодня, наконец-то, началась вот эта вот жесть, о которой все так сильно говорили. Короче, ужас. Даже меня смутила эта книжка. Корректор А.Кулакова Завтра я постараюсь встать в семь. Потому что пораньше, конечно, легче бежать. Солнце еще не настолько сильно печет. Поэтому самое то, я думаю, часик в семь бегать. Так что на сегодня с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.